привет ребята привет привет я хочу для начала рассказать вам почему мы снова в темноте вообще почему почти каждый ролик со не в темноте у нас продолжается жарище и сегодня мы будем пробовать снова еду в отличие от предыдущего ролика где мы пили всякие напитки и как бы алкоголь пить днем не очень а у нас очень рано темнеет чтобы вы понимали вот так вот вот как сейчас у нас обычно в 7 вечера вот они знали dark here x7 и на самом сервисе вот видите зимой уже в пол шестого темно а сейчас ну вот после 7 уже темно сейчас время часов наверно 9 или 10 и никто особо не мешают машины особо не ездят тем более у нас карантин вовсю движется сегодня мы будем пробовать очень много еды я надеюсь вы помните тот самый гениальный вообще великолепный ролик про того как мы искали альтернативу королю бич пакетов хайделао вот этим лапше которую дружи обозревал которых кто только не обозрел на ю тубе и мы здесь в китае пытались найти есть ли у него какая-нибудь альтернатива посмотрите сейчас ссылка на ролик появится если не смотрели хотя у него там 35 что ли или 40 тысяч просмотров что для моего канал кита гигантские цифры и знаете что на этом дело не останавливается мы решили пойти дальше я вам тогда в том ролике если вы помните рассказал что есть еще рис рис подобного же типа не дешевый с настоящим вроде как мясом с саморазогревающейся упаковкой и ну вот мы здесь сумму на счет дамут вы смотрите у нас есть сегодня пять представителей я их все подснял отдельно будем рассказывать показывать у нас есть пять представителей take out take out один такой вот такой в красивой такой упаковочке они все достаточно симпатичные то есть можете посмотреть что не по цвету прикольные есть такого плана то есть это полегче кстати есть вот такая здоровенная баклаха то есть она по размеру самая большая но есть у нас хайдилау и вы скажете ну ходила уже было же причем тут рис а при том что это рис от них учитывая то что эта сеть ход потов да они выпускают достаточно дофига мерча это все таки мерчи тот царский дошик это тоже мерч и вот такой мерч теперь у них тоже есть все это стоит давайте так дешевле чем лапша почему я не понимаю that's cheaper than noodles all of them like 20 something and noodles like 30 plus yes it's hot pot yeah hot pot but rice is cheaper maybe 5 10 more and be cheaper than noodles all of them all of them like 20 but also have cheap also have 20 quai but it's not like only vegetable inside potato sea sea wheat ok no meat andy говорит что есть еще и более дешевые варианты у хот-потов у тех с лапшой но мы выбрали самые интересные по картинке и был еще один принцип по которому мы все это выбирали чтобы быть честными более-менее что вкусов много разных мы решили рис с говядиной в похожих стилях all these beef rice all of these beef rice a little bit different style but all rice and beef and maybe vegetables inside поэтому у нас сегодня 5 представителей риса с говядиной с лапшой с овощами еще с чем-то давайте не будем сильно затягивать вы можете обнаружить у нас здесь пиво есть войне там тоже есть мы его взяли не для того что пить а в проверить один такой вариантик что такие сухие вещи то есть та лапша она все-таки была с супом по большей части да это должно быть сухое и такое можно запивать а запивать же все вкусно пивком холодным проверим как она сама по себе и как она в виде запивона пивка у нас есть водичка кусочек ну вот вы можете видеть чуть-чуть тут есть потому что это должно быть саморазогреваемое но где-то может быть есть и но sometimes they have this water bags inside yes мы не пробовали никогда ничего из этого did you ever try any of this no no so both of us never try any of this it's new experience but can i can i say i think probably this will be the best this will be the best i guess они предполагают что вот этот будет лучше но вот знаете она легковатое я почему-то и ну ай-дон-оу ай-дон-дэх я ставлю вот на это вот просто давайте дойдем до конца видео мы вот это и вот это оставим и high deal а у это будет у нас последний потому что он ну как самый большой самый известный бренд это все-таки такой фаворит где-то в голове и не говорит что это тоже мерч как и high deal а у от крупного очень известного в гуанчжоу ресторана ресторан как они говорят открылся в 1935 году то есть этому бренду почти что 100 лет 85 лет получается 84 года поэтому тоже должна быть серьезная штука если ребята дорожат своим именем как бы должно быть круто ходила у по идее должно быть круто и я не знаю почему мне просто нравится вот эта широкая упаковка такая ванночка когда-то в детстве я ел из таких мороженое поэтому я вот такой салды свой путевой есть у нас для начала две вот таких штуки говядина с кусками бамбука и рисом я подснимал маленькие подсъемочки надеюсь у меня никуда они не пропали упаковка не тяжелая 275 грамм сама упаковка 60 60 грамм зафмит мосби и 60 грамм за вбив 10 грамм соевых бобов бамбука с говядиной 60 грамм в этой упаковке должно быть и риса plus rice must be 105 and water 100 а то есть вот это полностью должно быть подготовлена потому что внутри написано 100 миллилитров воды лежит а это не должно быть с водой это не суп выглядит это ребят вот таким вот образом у нас есть пакетик риса вот такой пакетик риса на самом деле он знаком наверное многим людям которые жили в одиночестве в россии и вот эти быстро разогреваемые пакетики риса для его не надо вытаскивать вот так вот кидаешь прям пакетиком куда-нибудь и все у тебя рис получается собственно есть вода нам не понадобится наша вода здесь есть заранее заготовленная вода мисочка из которой есть ну мисочка честно признаюсь вот такая вот смотрите вот она моя рука вот она мисочка по размеру ну такое себе и у нас есть так это у нас овощи вот такой вот пакетик с овощами есть небольшой симпатичный все в металле здесь у нас какой-то соус есть небольшой соус а а получается мясо должно быть а вот в этом пакетике она и есть хорошо разогревачка которую мы сейчас положим и маленькая вилка ложка чтобы это дело кушать но я думаю нам 1 вилка ложки на двоих сами хватит давайте готовить это дело и не читает схему я делаю все по схеме надо короче первым делом засыпать рис положить сверху вот эти штучки ну выглядит честно признаться бедновато и миг допить как прозорливая подумал что надо взять с собой салфеток у меня руки вот я не успел это еще дело вскрыть у меня уже руки во всем этом добре так она выглядит но очень маслянисто все-таки не до конца но подготовлена окажется все-таки вода это для риса то есть рис он не свареный он видимо быстро приготовлены а сюда воду техническую все-таки придется наливать заливаем все это дело водичкой 100 миллилитров воды в этом деле ну вылимся 100 закрываем и теперь надо ждать вот это дело с вот этим соусом сверху здесь мы положим от 12 до 15 минут и так друзья смотрите вот первое мы ставим сюда чтобы она так на грани было чтобы не сильно не уфокусировалась вот здесь у нас будет первое вы можете слышать уже звук уже пар пошел но все вовсю let's open the next one we need to wait a lot of time вторым у нас пойдет вот это дело вот здесь танг пао фан танг пао фан like a rice in a soup rice soup yeah but not congee we also have this tongue pao fan it's like when you have soup and you put rice in как называется пожалуйста вспомните самый известный суп в россии с рисом который блин вот всегда помню это название именно на записи видео потому что мы не собирался вспоминать вылетело это из головы у нас есть острый насколько помню грузинский суп с рисом и вообще у нас же есть супы с рисом такие которые красные которые как борщ только с рисом упаковка на самом деле солидная она очень тяжелая вот эта упаковка в два раза тяжелее чем вот та черная this box is more heavy trade i think maybe also have water too big water maybe 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 на вторую упаковку у нас есть написано специально для тех кто не шарит в китайском готовый рис cooked rice есть нормальная такая лохань посмотрите по сравнению с той это здесь упаковка внутри томисанька маленькая нормальная такая лохань ложка не вилка ложка уже ложка side dish то есть это у нас овощички какие-то ну то есть что как гарнир по-русски да вот такая штука и вот такая суповая основа нормальный такой пакет солидный тяжелый достаточно не знаю сколько здесь его грамм то особо не указано от 320 грамм написано 320 грамм суповой основы с мясом круто ну и соответственно куда уж без этого дела саморазогревающаяся хитин бэг как бы все очень хорошо первым делом нужно положить рис и этот рис он в вакууме сейчас как раз сыпется дима же криворучку чем я так говорю не знакомые с такой фамилией прекрасные люди как вы можете заметить рис конечно такой себе не очень презентабельно на самом деле выглядит пахнет пахнет кстати странно окей а тут все еще бурлит бурлит красота выглядит кстати очень круто я сейчас наверное сильно не смогу перевернуть но кукуруза какая-то чечевица или что-то бобовое мясо я чувствую очень мощный аромат томата прям очень сильный по стандартной схеме просто наливаем водичку закидываем саморазогревайку и ждем also 12-15 минут пошло я не знаю слышите вы звук или нет но мне кажется слышно нормально она прям запарила видно пар нет да 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 выходит нормально все вы вейтинг ой выйди фух для вас прошла секунда а мы подождали реально 15 минут и вот это до сих пор бурлит я не знаю видно наверно можете заметить это уже закончила бурление так что пока что попробуем это дело и еще мы поняли что следующие три будем сразу делать потому что так затянется съемка у нас реально там на сто пятьсот часов так давайте я вам для начала покажу как а это дело вытащить они такие кирилл и смотрите выглядит это дело вот таким вот замечательным образом рис мягкий я его еще не вскрывал поэтому вот рис достаточно мягкий ощущается по крайней мере такая типа рисовая каша с какой-то капустой как я вижу но вообще-то бамбук по идее должен быть и мясом рис пропитался каким-то соусом но увидите рис он был белым когда мы засыпали сейчас поменял очень сильно цвет стал более прикольный такой пробуем оригинал пробуем с вот этими соевыми бобами которые были в отдельном пакетике соусом с неким если я ничего не путаю вот эта штука стоила в районе 14-15 юаней это один из самых дешевых продуктов это вкусно это вкусно это нормальная остренькая такая штука мне придется это явно запить пивком потому что я такое острое ну как вот к вечер к вечеру да еще скоро спать не очень бы хотел носов ноты софт рис не переварен вот правильно и не говорит рис не переварен он идеальной консистенции вы знаете сейчас бы итальянца как он пригласить он бы прям мама миа помпала миа прям вот альтента и это приятно жевать это хрустящий бамбук это остро это солено в меру not too much salty not to little salty actually i can say i really like it with the soybeans even better соевые бобы вот этим добавляют вкуса они имеют я даже не знаю как это объяснить у меня сейчас появится ссылочка на канале был обзор соус для риса там был на двух разных обзорах был соус для риса и вот очень сильно похоже только там было более масляниста более жидко здесь это меньше самого соуса то есть вот смотри час я на ложку положу выглядит это дело больше как вот сами бобы да то есть меньше вот этой жижки а там было прям красное такое масло которое эти были бы был пропитаны здесь больше бобов и масло совсем чуть-чуть рис прям отличный рис держит форму прям очень классный очень круто за эти деньги что равняется примерно сколько два с половиной доллара да за два с половиной доллара ты получаешь полностью готовый прием пищи назовем это так с хорошим вкусом то есть если бы мне вот такое подали в каком-нибудь кафе или ресторане я бы вообще не удивился и не обломался то есть это нормального китайского ресторанного уровня это блюдо если тебе кто-то подаст дома ты подумаешь блин хозяин или хозяюшка умеет готовить это вкусно это очень сбалансировано очень круто очень круто за два с половиной доллара небольшая единственное что порция еды но все готово все есть единственное что тебе нужен плевочек воды чтобы полить вот эту саморазогревайку но с этим проблем нет нужно техническая любая вода да даже грей вода из лужи подойдет по фигу вообще что потому что это не попадет в твою еду хотя нет она же выкипать будет ну короче лучше все-таки найти просто какой-нибудь стаканчик воды у кого-то попросить я думаю с этим в современном мире проблемы нету если вы не живете где-нибудь в пустыне или в африке а from zero to five what you say four point five i will give four you know why too little for men for men too little but for girl i think enough but why not five because beef not enough beef not enough okay четыре с половиной а тени пол балла за то что не хватает мяса с меня целый балл убираем потому что не хватает и мяса и в целом еды для меня я бы этим не наелся это вкусно но мне бы таких штуки понадобилось две let's move to another one it's actually finished boiling на второе как вы понимаете кстати причем на второе на второе у нас первое на второе у нас суп выглядит честно признаться дорого-богато я не блин вот тяжело конечно камеру поворачивать и ненавидите вы это делали нет образ прольется но суп выглядит прям нормальным таким супом я пока попробую но не буду говорить своего мнения хочу чтобы они первое высказал потому что мнение у меня уже есть но соли enough okay this side dish is not crispy like it the kimchi normally no strong taste not salty enough what's about soup okay side dish whatever soup i feel the rice is not not like i kind of like a normal rice the other one tastes like real real right like thailand rice yeah yeah i agree with you but you know the soup flavor for me it reminds me haidi lao tomato soup when we order hot pot in haidi lao and they bring us this tomato soup first and then you can eat just first tomato soup but not salty enough no sorry enough enough sour and not enough salty too much sour to cover the salty and i think we finished all meat already again three pieces ok я думаю у этого супа рейтинг будет прям пониже скажем так во первых потому что она недосолена то есть кайф предыдущего был в том что давайте сюда подвину чтобы вы увидели это было цельное блюдо не добавить не отбавить здесь нужно досаливать как вам не китайцы едят меньше соли чем мы даже ей показалось то не показалось недосолен и второе рейтс рейс из weird рис знаете на что похоже на как будто рис пустой знаете как рисовые хлопья как рисовый попкорн как будто он пустой внутри то есть он больше похож на маленькие такие как этот называется такие ну рисовый не чипса а кукурузные палочки да и вот что вот эти рисинки они как кукурузные палочки маленькие то есть как будто рис не настоящий как будто рис слеплен из вот какого-то воздушного чего-то и все овощи переваренные я неправильно говорит даже вот этот сайдиш который был гарнирчик из кимчи некого он должен быть замаринованный но он должен прожевываться с ярким таким классным хрустом как вот был бамбук в первом но при этом она прожевывается ну типа как тряпочка поэтому from zero to five three 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 балла от меня и они от нуля это съедобно this you can eat like if you if someone give you you will not throw it away you know it's not awful it's not bad you can eat you put a little bit more salt and one more thing no have beef with your little tomato but we didn't feel the beef говяжьего вкуса нету и три кусочка говядины вот маленьких вот таких три штучки на всю вот эту лохань а лохань то на самом деле внутри немаленькая поэтому мало мяса недосолено переваренные овощи и очень странный рис но вкусный суп мне суп сам суп суповая основа понравилась нету в ней говяжьего вкуса но такой томатный томатный насыщенный прям хороших таких почти итальянских помидоров каких-то поэтому если дадут да если покупать и будет что-то другое при выборе я в чем другое выбрал поехали дальше это почему может быть хорошо потому что это говядина с картошкой а я как вы помните из россии а человек из россии должен и обязан и сто процентов любит картошку если ты из россии и белоруссии украины у тебя проблемы с картошкой вся его нет окна и письма опытный диск смотрите какая красота внутри здесь внутри целая инструкция не знаю на рука и в эту камеру даже не влезет но здесь прям очень красиво причем щекать наклеечка сверху они видимо зафа капель и вот эту часть не смотрите здесь наклейка они наклеили здесь что-то другое ну окей то есть здесь в принципе все указано ok you read i will show to guys есть вот такая вот лохань то есть прям знаете как это bento или как-то у некоторых людей туисочек называется здесь гарнирчик здесь основной хотя нет по размеру учитывая ценник здесь гарнирчик и здесь наверно немножко основного блюда у нас комплекте есть вот что был да окей пакетик сушеных овощей как в классическом дошираке у нас есть маринованные овощи тут суть картинки уже можно догадаться у нас есть еще один вот такой вот пакетик с рисом смотрите опять же мы видели уже сегодня в первой упаковке пакетик риса у нас есть нормальная такая приличная основа картохи с мясом такой нормальный пакетик интересно граммовки указаны 80 грамм написано 140 и 80 вот так то есть здесь 200 больше 200 больше 300 грамм получается да 320 грамм нормальный такой пакетики солидно он он весит прям прилично и разогревачка естественно и почему-то без пластиковой упаковки ложка ну она и так пластиковая блин пластика и так в море в море в мире дофига поэтому нас еще одна ложка появилась давайте собирать я хочу вам кое-что показать и не знаю насколько это видно будет просто посмотрите размер рисинок просто посмотрите на это это не рисинки это бусинки они прям микроскопические эти рисинки не знаю как они где-нибудь такой сорт риса нашли но это такое ощущение что обычный рис поломанный на три части то есть я люблю длин длиннозерный бывает короткозерный а бывает прям вот круглозерный дал называется а бывает прям шарообразно это больше на реально на бусинки похоже ну ладно окей обнаружилось что сюда не идет в комплекте вода который заливать то есть в первом у нас была вода который надо заливать рис здесь вам кроме технической воды понадобится еще и своя вода чтобы залить рис ну благо есть отметочка на которой надо залить этого этой воды за разогревать к надеюсь воды у нас хватит хотя обычно в такие штуки воды очень мало надо пока что расход не очень большой 50 мин и так пока паровая машина безумие начинает то работать то не работать он реально вспыхнул такой прям опаром загнулся потом снова вспыхнул сейчас во второй раз загнулся мы вскрываем то что и не считает фаворитом you think this will be the best он кей-то а вот они теперь вскрываю я мне разрешили у нас здесь снова две части как вы можете заметить блин давайте уже это пиво перу у нас здесь снова две части я так понимаю здесь будет гарнир потому что это больше и здесь будет основная еда потому что это меньше у нас есть вот такой пакетик гуанчжоу ресторан окей это рис как здесь можно прочитать ну я могу прочитать здесь написано что это рис сойдешь нашим соус с грибами грибной соус круто-круто ложечка упакованная прям фирменную упаковку смотрите какая красота и внутри слезы дружи есть салфеточку даже дали позаботились о нас сразу видно что у ребят есть свой ресторан салфеточку приложили пакетик для мусора трэш-бэк they have their personal treasure that look you know it now you see that they have restaurant they give you tissue inside they give you trash back they really like you can see that it's a restaurant service реально вот блин чувствуется что сервис китайского ресторанного уровня что вот тебе и пакетичек и салфеточку и все-все положили ну и естественно куда без этого деваться основное блюдо смотрите ребята здесь как и в случае с первым рис выглядит как нормальный рис он длинный тон для китайского относительно длиннозерный и соответственно вот оно мясо весь причем его хотя бы видно сразу мясо 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 и так 15 минут уходит вот это ну и последний у нас на сегодня то что мы в принципе думаем должно быть неплохо потому что пока что ничего за всю историю этого бренда плохо у них не было и у этих ребят настолько завышенные стандарты во всем что ну если вот это они сделают хреново ребята исходила я очень сильно удивлюсь может у них какой-то отдельный департамент который делает не очень хотя зачем заранее хоронить по смотрите понеслась фабрика здесь у нас уже практически по классике двойной набор говноложка ложка очень плохая причем здесь написано внутри внутри написано рис и типа основное блюдо соответственно здесь вот такая вот лохань честно признаться мне в том лохань больше нравится так к основному блюду у нас идут сушеные овощи вот такие вот идет само блюдо само говядина вот в такой вот классненькой упаковки и разогревать к и все ничего больше сверх естественно поэтому сейчас быстро собираем и ждем 15 минут вот этого ждем 10 минут еще вот этого где-то минут 12 вот этого все 15 у всех немножечко разный рис реально у всех немножечко разный рис выглядит пока что она вот так тоже в принципе мясо есть мясо видно смотрите мясо есть соус есть какие-то овощички я вижу помидорки и морковку скорее всего рис достаточно дофига ну как-то очень странно очень странный запах пакетик с овощами все три черных банки у нас заряжаются причем самая первая как вы можете заметить до сих пор бурлит вот это приостановилось ну хотела мы только поставили она еще не начала я за всеми заметил у них то ли как-то может быть на секции разделена вот эта разогревачка она начинает бурлить останавливается снова начинает бурлить снова останавливаться и вот так вот волнами если вы в этом шарите может у вас бизнес есть с этими разогревачками скажите можно ли как-то секторами делать как вообще вот такая штука происходит что за магия а мы ждем все лет свой 15 мин и снова скачок во времени и мы перемещаемся к уже дозревший вот этой картохи с мясом короче рис на самом деле очень сильно свалявшийся такой на д на д на д на д давайте вам покажу ну в любом случае вы уже все это видели когда она не сильно поменялось единственное что рис можно заметить вот он конечно скомкался скомковался но много достаточно он такой с овощичками весь интересный мясо с соусом все в соусе жижка как говорит лёхо грильков жижек жижек очень много и на самом деле все выглядит на запах на цвет на вкус очень аппетитно есть две проблемы первая проблема конечно же вот этот рис очень странный скажем так рис потому что он вкусный но такое ощущение что его чуточку переварили чуточку переварили и второй прикол странный будет для вас скорее но не для меня я уж к этому привык сама концепция картохи и риса в одном блюде я к этому много лет привыкал это не чисто китайский прикол то прям азиатский прикол вы приедете в таиланд прийти в индию и вот будет карри в котором будет картошка и все равно это подадут с рисом вот есть какой-то азиатский прикол рис картохой но знаете как и во всем таком странном если такое количество людей этот прикол оценили ты со временем ну может это конечно синдром как он там называется стокгольмский синдром да когда ты или газлайтинг это еще называется когда тебя убеждают в какой-то концепции которая может быть вполне себе неправильной но тебе убеждают что она и правильно и есть не знаю но факт остается фактом что мне нравится садись ями пранчик вот о чем я говорил до этого вы наверно слышите звук и вот здесь овощи опять же стандартный вот такой наборчик практически кимчи не знаю даже как это правильно назвать но вот какие-то овощички замаринованы в них почти не чувствуется кислота такая легкая легкая кислинка но самое главное хруст потому что они здесь нужны вот их там три капли они нужны для создания вот этой хрустинки вот этой атмосферы короче вот этой я бы дал такие еще наверно вот все таки первому я поменяю you know i will change first one to 4.5 out of five this will be four out of five because half half of this number because of weird dressing half more we cut for because not enough salt the rest good 4 из 5 отличный вариант вкусно ценник вы видели я не знаю если смотрите если это дороже 25 это дорого если это дороже 20 это приемлемо но это такая верхняя грань если это дешевле 20 потому что вы видели ценник я нет это вообще отлично по китайским меркам опять же но если вы хотите рубли просто не спрашивают почему-то рубли делать потому что есть ребята из украины почему-то в гривнах и делать потому что есть ребята из беларуси а почему ты в белорусских рублях не делаешь потому что есть из америки есть из канады есть из израиля и так далее люди из разных стран смотрят им рубли как бы не интересно даже с учетом того что я из россии но я 13 лет не живу в россии я в юанях думаю поэтому если хотите рубли умножайте на 12 получите свои другие валюты пожалуйста гуглите вас там в кугле еще не забанили мы переходим к предпоследнему варианту это то что говорила пенни должно ей понравится let's open it так пробуем рис too soft too much soft overcooked completely а если я к предыдущему рису говорил что он был переварен вот это еще сильнее переварен он прям я могу языком размолоть в кашу мне вот такой рис прям не нравится вот у этого очень сильный вкус говядины прям ощущение что кости варили 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 вот найти как на фо на суп варят когда прям очень сильный говяжий такой мясной вкус впервые вот четвертое мы пробуем это первое блюдо в котором настолько прям ты вот в каждой капле соуса чувствуешь мясо прям мясо конкретно если предыдущие мне предыдущие больше понравилось потому что там она была жевабельная там ты кусаешь кусочек мяса и вот он как будто слегка недоваренный я так люблю так вот не растушен в хламину когда для людей у которых еще остались зубы да то есть ты чувствуешь ты прожевываешь и такой либо я мужик ну вот вот понимаете это ощущение когда мясо надо откусить вот это мясо было бы мне лет наверное там 70 я вот просто безумно 80 я не знаю и не было бы денег на дантиста я бы без зубыми деснами это размалывала получал удовольствие ту софт митис ту софт it's good но вот здесь мясо должно быть как это для вас я чувствую мелко я чувствую это больше мясо чем два больше мясо да но я не имею в виду про wh Jaydou знаешь что митис ту в каждую каплю you chew here every piece you can use your tongue to like make a powder and nothing you don't need to chew it good for people for old people who don't have to no or like beef like this no money if you've got to show if you know well cook видите разница да у людей у которых в принципе традиционно хорошей говядины той же самой никогда в культуре не было потому что мы на острове мы на востоке на востоке восточной страны и здесь морепродукты в ходу и здесь до ближайших больших плантаций где растет корова в большом количестве очень далеко и соответственно хорошей говядины поколениями здесь отродясь не видели и поэтому все мясо которое до сюда доезжало учитывая небо ну не богатость китая в течение многих поколений это вот говядина которую можно ну только вытушить и потом вот есть вот такой и это вкусно это реально вкусно это очень насыщенно но проблема в том что я человек который вырос сибири у нас доступ к мясу плюс-минус был всегда и мясо именно вот похавать да не размолоть языком в кашку не тушенку а вот похавать она мне все-таки ближе и приятнее вот это вкусная тушеночка вкусная тушенка переваренный рис не совсем моё и безумно невероятно вкусный мясной соус по специям по соли идеально выверено просто вот как будто какие-то химики профессионалы работали вот в этом плане очень круто но рис такой типа соус классный let's move to hide now нет ну и последняя на сегодня пока и не выбирает надписью хай вот такая вот штука в которой мы тоже не ждем никаких сюрпризов чисто внешне может давайте я покажу мне кажется я предыдущие не показал но не показал так не показал мне суть важно рис в которой не представляете себя особо ничего пропаренный сейчас мы попробуем и мясной соус который в достаточно глубокой лохане то есть в принципе място тут дофига какие-то картоха есть морковка не знаю что еще тут есть но картошку морковку и мясо я вижу и соответственно рис давай пробовать let's try let me say first ok you enjoy food но и но а вот и дилал ты стам том ванки скин как и не сказала ходила в этот раз не выиграла на удивление и по нескольким причинам давайте так разберу со своей стороны потом посмотрим чего не скажет я еще не знаю рис рис стандартный до нельзя вот если вы жили в китае если бывали в китае заходили в любую китайскую хреньку где дают недорогую какую-то еду там куриную ногу и вы просили просто риса с собой то есть вам говорят типа риса надо его риса надо не те дают контейнер небольшой с рисом ты идешь домой и потом этот рис ешь или доставка тебе приезжает и отдельно приезжает рис вы должны помнить этот рис вот один в один такое ощущение что мне доставку привезли и там обычный китайский рис я не овощи не кукурузу ничего не чувствую там хотя вот оно есть соус соусом проблема вообще нет соли есть сычуаньский перец что и не должно понравиться но это сейчас мы узнаем но мне не понравился сам вкус вот он какой-то несбалансированный есть какие-то специи типа бадьяна наверное типа вот фай спайс китайский добавили я не знаю но мне не понравился вкус хорошая текстура мяса правильно сваренная картоха все хорошо правильный рис правильная картоха правильное мясо но не работает почему не знаю тебя кукурузуじゃない кукурузу есть что, чего я показываю? и это поскольку я сказал что умерные вкусы есть, но лимп не чувствует beat ты не чувствуешь вы это потому что вы не чувствуете, что это количество пьес, и перец растет Ole пьес, я думаю, это не будет томата или горму, и ничего, что они не чувствуют власть или р 어차ке, чтобы вырастить то что, что вы можете подъяснить это равно, что пьес нет, но это реально пьес, но это реально пьес, но вы не чувствуете Вы не любите рыбку, вы не любите рыбку, вы не любите вкусу, и вы не любите вкусу. Окей, я соглашусь с Энни, картошку сейчас попробовал, она текстуры картошки, но без вкуса. It's like potato, but when you try, нет рыбки. Нет, и соус это самый лучший. На самом деле, сейчас, скорее всего, вот это будет самый главный аутсайдер. Смотрите, у нас есть первый. We have the first one. Actually, when we will choose, that will be my favorite. Yes. So you also choose this one? No, I choose, I choose this one. Окей. Для Энни то, что она предлагала, это будет ее любимой. У меня будет первая самая, смотрите, вот так выглядит та штука, которая мне понравилась всего. Офигенный рис, охренительный рис, охренительно вкусное все, единственное, не хватает мяса. Мяса маловато, но оно и стоит дешево. You got this sauce win. Окей, sauce is good. Вот в этом самый вкусный соус, который вы можете попробовать, просто невероятно великолепный соус. Рис спорная штука, кому-то нравится, кому-то не нравится такая текстура, и текстура мяса очень такая тушеночная. Last is high-de-law. И последнее, yes, it lost. Последнее high-de-law. Два, вот в серединке, неплохая картошечка с мясом, да, ок, супчик тоже, типа, не берет, не хватает там звезд с неба, но вкусненько. То есть, если мне кто-то вот это даст, я это съем с удовольствием. Я не буду это, я сейчас докапываюсь, мы выбираем лучшее. Я докапываюсь. Единственное, это просто вообще, я в шоке, честно, штука, которая является самым крутым хот-потом, как заведение в этой стране, у которых самые крутые вот эти хот-поты, портативные, дошираки, царские, да, делают вот такое говно. Мы от них еще другое пробовали. Сейчас где-нибудь появится картинка, вот где-нибудь здесь, от них есть маленькие баночки. You know, we try the small rice, the small high-de-law is okay. It's cheap, it's back-way. What you expect from this? No, she said to high-de-law, do what your best, don't do rice. Короче, если кто-нибудь, когда-нибудь из компании High-de-law, вдруг они на русский рынок будут выходить, посмотрит это, пожалуйста, не делайте вот это. Вот это говно. Все, что вы делаете другое великолепно, вкусно, невероятно. Посмотрите на остальных ребят, которых мы сегодня показали в обзоре. Вот это не надо. Вот это прям очень-очень плохо. Я уже хотел заканчивать, но Энни говорит, давай я сейчас им расскажу, какие мне, типа, первый, второй, третий. А то ты тут говоришь, говоришь, говоришь и не дал мне слова сказать. Простите, пожалуйста. Энни, your turn. Как я выбрал этот, номер один, номер один, номер два, это бамбу, бамбу, номер два, номер три, потайто, биф. Номер три, номер четыре, томата, биф, суп. И номер пять, я знаю. Да, забудьте о этом. А теперь уже точно будем заканчивать. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Сейчас говорят, дофига всяких китайских супермаркетов в России открывается. Я тут новость прочитал, что в России, в Москве, китайская комьюнити, я не знаю, как это, диаспора Китая, открывает какой-то огромный супермаркет китайских продуктов в Москве. Так что, если вы там живете, не знаю, может они интернет-магазин запилят. В общем, мне кажется, вы можете доматывать где-то это видео, делать скриншоты и находить это все у себя в России. Или в какой-то другой стране, в которой вы живете. Обязательно попробуйте. Однажды граница откроется и, может быть, я все-таки попытаюсь кому-нибудь, каким-нибудь счастливчикам это привести, просто вживую и подарить. Не знаю, может отправим, может разыграем, но это будет потом. А сейчас же я хочу вас поблагодарить еще раз за просмотр этого видоса. Хочу, чтобы вы проявляли активность, потому что это все стоит денег. Это все стоит нифига не дешево. И оно не отбивается. Никакой рекламы, ну вот нету, да, этих рекламодателей. Никаким ютубом, никакими просмотрами оно не отбивается. И держится исключительно на нашей сцене мотивации вообще, чтобы что-то вот это делать. Если вы хотите, чтобы у нас мотивация оставалась, не нужно ничего особенного. Ставьте лайки, ставьте дизлайки даже. Репостите это видео в соцсетях, пишите комментарии. И главное, просмотры. Если оно соберет там 10, 12, 15 тысяч просмотров, полторы-две тысячи лайков, это будет хорошей мотивацией продолжить такие штуки. А уж поверьте мне, Китай наполнен всякой дичью просто до отказа. Поэтому хорошего вам вечера, ночи, дня. Неважно, когда вы это смотрите. Отличной погоды. Чтобы у вас светило солнце, а иногда не светило, чтобы были иногда дожди. Главное, не болейте. Заботьтесь друг о друге. А мы с Энни увидимся с вами в новых видео. У нас на этом все. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Бага-бага. Поехали. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok